На ремонт кировских дорог дополнительно выделят почти 200 миллионов рублей. Цифру обсудили сегодня утром главы города и региона. Никита Белых и Владимир Быков вместе с чиновниками провели выездное совещание в Коминтерне. Напомню о том, что областные власти готовы дополнительно выделить на ремонт дорог 150 миллионов рублей, губернатор заявил еще вчера на пленарном заседании депутатов областного ЗАГСобрания. Большая часть, 125 миллионов, как выяснилось сегодня, уйдет на Киров. Сумма внушительная, если учесть, что в начале года власти региона готовы были выделить городу лишь 50 миллионов рублей на новый асфальт. И вот еще плюс 125. Дмитрий Житарчук теперь знает, какие улицы в городе станут ровнее. О деньгах и ямах власти города и области решили поговорить непосредственно о разбитой дороге. Выездное совещание организовали в Коминтерне. Здесь на Павла Корчагина у магазина полным ходом идет ремонт. Рабочие скоро заасфальтируют несколько ям. Делается этот ремонт на деньги, что уже были выделены. 70 миллионов рублей у города в этом году было, чтобы то тут, то там ямы подлатать. Бюджет ограничен. И вот под шум строительной техники губернатор городских чиновников радует. Точнее напоминает, 150 миллионов рублей на ремонт дорог в области еще изыскали. Из них 125 получит Киров. Изыскали, кстати, из областного бюджета. Значит, очень важно, чтобы эти деньги были использованы максимально эффективно. Во-первых, мы попросим, чтобы вы софинансирование определенное нашли. А там все уже нашли. Плюс, понятно, экономия, которая при торгах, сложный шуман тоже носила целевой характер, тоже шла, соответственно, на ремонт уличной дорожной сети. Заместитель главы города не оговорился. И городские власти постарались, тоже нашли дополнительные деньги. Если поначалу готовы были выделить на ремонт только 20 миллионов рублей, то теперь, как принято говорить, изыскали где-то в бюджете города еще 50. Далее простая математика. Было 70 плюс 125 дает область и еще 50 город. Итог. 245 миллионов рублей есть теперь у города на ремонт дорог. Почти как в докризисные времена, когда город мог тратить на новый асфальт по 300 миллионов в год. Но иллюзий питать не стоит, напомнил губернатор. Всех проблем на эти деньги не решить, но корректировки в план ремонтных работ внесены будут. Вот дополнительный перечень улиц, где ремонта в этом году могло и не быть, а теперь точно будет. Улица Комсомольская, улица Чапаева, улица Дзержинского, Павла Корчагина, на которой мы находимся, улица Картомарса, улица Московская, Ульяновская, Советская, Герцена, Дериндяева. Но они там будут ограничены теми участками, которые самые сложные. Которые наиболее сложные и которые имеют наибольшее значение. Сейчас в ходе аукционов будут определены подрядчики, которые возьмутся за ремонт дорог. Одно из условий – гарантия должна быть не менее трех лет. Перепадет, кстати, и районом. 25 миллионов рублей дополнительных средств власти распределят между Кирово-Чапецком, Вятскими Полянами и Кирсом. Дмитрий Ижиторчук, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.